Всем привет! В эфире снова Ньюсбокс. С вами Анна Грачевская. Прямо сейчас вы увидите яркие новости из мира шоу-бизнеса и музыки. Самое эксклюзивное только на Russian Music Box. Поехали! Отчет начался. Осталось меньше трех недель до главного музыкального события года. Блог-магазин наградил лучших мужчин России в премии «Мужчина года-2017». Море знаний от Кроку-Сити «Океанариум». Самое интересное об этом не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Ежегодно холдинг «Мьюзикбокс» проводит музыкальную премию на лучших концертных площадках столицы. Чем запомнилось прошлые выступления номинантов и выходы на ковровые дорожки? Узнайте из нашего следующего репортажа. Реальная премия «Мьюзикбокс» проходит с 2013 года. Шестерки финалистов по каждой номинации формируются на основании опроса среди зрителей. Затем проводится голосование на официальном сайте премии. На протяжении первых трех лет награждение проходило в Государственном Кремлевском дворце. Ежегодно столь яркое музыкальное событие сопровождается концертным шоу с участием номинированных артистов и приглашенных звезд. Каждая премия проходит под лозунгом, который определяет концепт всего шоу. 19 ноября 2013 года группа «Серебро» с легкостью доказала, что реально только музыка. Именно их абсолютный хит «Мало тебя» открыл реальную премию холдинга «Мьюзикбокс». В 2013 году «Серебро» стало победителем в номинации «Песня года». Лучшей музыкальной группой стали «Звери», которые сразу же доказали зрителям, что народ принял верное решение. Роман Белык и его музыканты как хедлайнеры премии исполнили попури из нашумевших хитов. Тимур Родригес только начинал покорять большую сцену как музыкант, но уже заслужил премию за лучшее видео на песню «Heroes». Без доли сомнения, с большим отрывом от других номинантов, лучшей певицей и лучшим певцом стали Нюша и Дан Балан. А в специальной номинации от «Мьюзикбокс ТВ» 100% гол победила Натали с хитом «О боже, какой мужчина». Ежегодно на премии «Мьюзикбокс» обязательно звучит гимн. Тогда из государственного кремлевского дворца артисты не разъезжались по своим делам до самого конца мероприятия. Ведь концерт должен был завершиться композицией про музыку. Традиция прижилась, и каждое следующее шоу заканчивалось новым гимном. Ведущими второй реальной премии «Мьюзикбокс» стали Александр Пушной и Елена Борщева, Наталья Медведева и Стас Костюшкин. Именно они объявили первого исполнителя, которым стал король поп-сцены Филипп Киркоров. Его театрализованное представление и внешний вид не оставили равнодушным ни одного зрителя. Впрочем, и клип на песню «Кумир». Именно он был признан лучшей видеоработой 2014 года. Группа «Серебро» снова победила в номинации «Лучшая песня». Зрители перекрикивали артисток с последних рядов государственного кремлевского дворца. Исполняя их 100% хит «Мало тебя». Победа в номинации «Лучший певец» досталась любимцу миллионов девушек, красавцу Диме Билану. В благодарность за статуэтку специально для преданных зрителей и фанатов победитель Евровидения исполнил песню «Малыш». Полина Гагарина стала лучшей певицей 2014 года. На второй реальной премии «Мьюзикбокс» под названием «Реально только музыка». Певица исполнила песню «Шагай». Яркая и талантливая Гагарина порадовала зрителей премии не только своим ярким выступлением, но и изящным внешним видом. Анна Плетнева принесла винтажу победу в номинации «Лучшая группа». А новые участницы группы «Виагра» совместно с лучшим битбоксером России «Вахтангом» стали «Раскруткой года». Их совместная песня «У меня появился другой» крутилась на языке у каждого. 20 ноября 2015 года в Государственном Кремлевском дворце прошла третья реальная премия «Мьюзикбокс» под названием «Шоу в жанре мюзикл». Соответствующие декорации, танцоры, интересные номера ярко подчеркнули задумку режиссера. Звездными ведущими в 2015 году стали Гоша Куценко и Денис Клявер. Открыла премию певица Максим в образе готической принцессы, исполнив песню «Золотыми рыбками». Позже выяснилось, что певица стала обладательницей премии в номинации «Лучший альбом». Не было ни капли сомнений, что певцом года станет Сергей Лазарев, а певицей года непревзойденная наргист. Лазарев появился на сцене Кремля в образе ботаника и заставил зал встать со своих мест и танцевать под хит «Это все она». Девушки из группы «Серебро» вновь не остались незамеченными. В образе нежных нимб с минимальным мейкапом девушки поднялись на сцену за призом в номинации «Лучшая группа». Самым верным решением было наградить Полину Гагарину статуэткой за песню «Million Voices», впоследствии принесшей артистке второе место на Евровидении. Любимец женщин Стас Михайлов получил специальную премию «Голд» в номинации от Music Box TV. Конечно же, артист не смог покинуть сцену, не исполнив свою композицию о любви там. 17 ноября на площадке «Крокус Сити Холл» прошла четвертая реальная премия Music Box под названием «Еще больше красок». Ее ведущими стали Николай Басков, Лобода, Максим, Микаэл Арамян, Анна Седокова, Вячеслав Манучаров и Анфиса Чехова. Артисты на протяжении всего вечера обсуждали наряды приглашенных звезд, создавали повод для сплетен и бесконечно шутили. Самым креативным ведущим стал Николай Басков. Именно он по праву победил в номинации «Шоу года». Лобода получила приз за песню «Года». Ее хит «К черту любовь» навсегда останется в сердцах у слабой половины человечества. Конечно, не стоит забывать о любимцах девушек M-Band. Молодые люди выиграли в номинации «Группа года», а романтичный мод стал лучшим хип-хоп проектом «Года». Наргиз и Максим Фадеев проинстолировали свое выступление на песню «Мы вдвоем» и заслуженно получили приз в номинации «Дуэт года». Обладатель третьего места на международном конкурсе Евровидения Сергей Лазарев стал певцом «Года» и исполнил на четвертой реальной премии хит «You are the only one». Анни Лорак поблагодарила всех, кто за нее голосовал. Победа в номинации «Лучшая певица» – это результат работы всей ее команды. Любимец слабого пола, красавец Алексей Воробьев, устроил на сцене Крокуса интересный перформанс и исполнил песню «Самая красивая совместно с Биг Сити Джаз Шоу». Обладатель шикарной улыбки уехал домой со статуэткой за клип года на песню «Сумасшедшая». Группа телеканалов «Мьюзик Бокс» в очередной раз доказала всем, что качественное шоу и честные награды заслуженным артистам имеют место быть. Не зря церемония носит название реальной премии «Мьюзик Бокс». Здесь нет жюри, а лучших выбирает народ. Вы сможете убедиться в этом 23 сентября в Крокус Сити Холл на юбилейной реальной премии группы каналов. В этом году вас ждет космический звук и еще больше звезд. Музыка вселенной является новым слоганом премии. По-настоящему захватывающее путешествие в пространство космоса ждет артистов и зрителей. Добро пожаловать во вселенную пятой реальной премии «Мьюзик Бокс-2017». В Москве прошла премия, в которой были награждены мужчины нашей страны в 30 номинациях. Кто стал человеком года 2017 и мужчиной года 2017, узнаете из репортажа Анастасии Коневой. По окончании летнего сезона на одной из самых модных московских площадок состоялось масштабное мероприятие от глянцевого журнала «Блог Мэгазин». На премии «For Russian Man Awards» или «Мужчина года» награждали лишь самых лучших среди сильных половин человечества. «Мужчина должен быть лидером, а женщина должна всегда быть подстать. Или если даже что-то где-то, все равно должно быть мужчина, есть мужчина. Он хозяин, он командир, а жена есть жена, женщина есть женщина. Девочки, давайте будем на своем месте и именно благодаря этому мужчины будут великими». «У нас на этой премии с разных областей, отраслей самые лучшие, самые нереальные, самые крутые мужчины». «Я посмотрел, какие номинации. В принципе, все номинации мои». «Все? Так скромно, прям все сразу». «Все года, секс-символ года. Там много номинаций нет, которые это я». «Я подумал, ну вот это не скромно, вот я приду, даже, ну вот я пришел, все люди собрались, а все премии забрал и ушел. Некрасиво». «Вечер удался, буду откровенна, мне было очень приятно, потому что на самом деле чувствовать себя хрупкой, женственной и получить массу комплиментов от всех мужчин, которые выходили на эту сцену, это действительно было здорово». «Умом и сообразительностью должен обладать настоящий мужчина, быть честным, искренним и всегда, наверное, все-таки быть защитой для нас слабой половины». На премии «Мужчина года 2017» Роман Миров стал победителем в номинации «Виджей года». Телеведущий работает на канале Russian Music Box на протяжении пяти лет. За это время Миров стал настоящим экспертом в своем деле, а сейчас заслуженно получил награду. «Рассказывай, какую премию ты сегодня приехал получать?» «Настя, не поверишь, на самом деле, когда я проснулся, мне сказали, что я номинировал в «Виджей года». Так, вы представляете?» «Вот, видишь, как вовремя? Беги, 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 беги!» «А давай я прям буду вести на самом деле прямой репортаж, друзья? Да, 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 скорее, скорее, скорее сюда!» «Вот как неожиданно! Только Настя начала делать интервью, и я слышу свое имя!» «Мы поздравляем тебя с этой номинацией, Виджей года!» «Чтобы стать лучшим Виджеем, нужно просто устроиться работать на телеканал Russian Music Box. Поэтому все, кто попадает на Russian Music Box, независимо от того, это Виджей, корреспондент, редактор, либо секретарь, они будут всегда лучшими». В этот день более 30 наград получили профессионалы своего дела и также был объявлен «Человек года-2017». И им стал Максим Сергеев. А вот мужчина года-2017 появится уже на страницах нового номера. «Мы наградили очень достойных мужчин, которые лучшие в своей деятельности. Стоматологи, профессора, политики. Реально, это так классно, так красиво все было сегодня, что просто одни эмоции. Мне невероятно приятно, то, что видят и говорят, что «Максим, ты к каждому человеку относишься положительно, как говорит к своему брату или к сестре, я реально люблю тебя, его, обожаю тебя, моя хорошая, вообще как, не знаю что!» Завершение летних каникул – не повод откладывать веселье. 2 сентября на территории Крокус-Сити Океанариум состоялся праздник под названием «Море знаний». Мальчишки и девчонки стали не только зрителями, но и главными участниками интерактивной театральной программы «Школьные фантазии» и шоу-фигур «Воздушный Океанариум». Подробности в репортаже Анастасии Коневой. Мы находимся на праздновании Дня знаний в Крокус-Сити Океанариуме. Мне кажется, я снова на мгновение очутилась в детстве. В субботу весь день на открытой площадке перед Крокус-Сити Океанариумом дети наслаждались незабываемыми представлениями. Красочными фотозонами, морским аквагримом, увлекательными конкурсами, сладостями и подарками. «Если бы я родилась немного позднее, то мне кажется, из меня бы вышел хороший сетевой врач. Это значит, что человеку, то есть больному, можно было бы определять температуру тела и измерять давление онлайн. Насколько я поняла, вы День знаний решили немножечко отложить, чтобы дети вдоволь сегодня насладились праздником. Ну, конечно, одной из наших основных миссий является образовательной. И мы понимаем, что первого числа все дети пойдут в школу с радостным настроением, вступая в новый учебный год. Мы решили праздник отложить на второе число, чтобы все дети смогли прийти и насладиться этим чудесным зрелищем, учитывая, что вход в Океанариум сегодня для них бесплатный». Программа мероприятия состояла из танцевальных и спортивных мастер-классов, конкурса рисунка «Ученый осьминог» с призами для юных художников от торгово-развлекательного комплекса «Вегас Крокус Сити». Под руководством талантливых поваров дети смогли научиться готовить быстрые и вкусные блюда и попробовать сочные бургеры, сытные хот-доги и молочные коктейли из фуд-трака ресторана, припаркованного у входа в Крокус Сити Океанариум. «Чтобы дети не оставались голодными, вблизи Крокус Сити Океанариума организовали такой небольшой фудкорт. Я думаю, что мы первыми должны опробовать столь изящные явства». После завершения программы под открытым небом гости смогли совершить невероятное приключение по морской и пресноводной экспозиции Крокус Сити Океанариума. Там малыши и их родители увидели ярких коралловых полипов, стайных промысловых рыб, морских звезд, дружелюбных губанов-наполеонов, быстрых барракут, безжалостных акул, мурен, скатов, ядовитых аратронов, электрических угрей, рыбу-тигра, пираний и гигантских рокодилов. «Мы были на открытии Океанариума, и я заметила, что здесь было гораздо меньшее количество рыб. Кто прибавился, что здесь теперь нового?» «Самый главный обитатель – это, конечно же, гигантский тихоокеанский осьминог. Любой, кто его увидит, но не сможет обойти его стороной, обратит на него, конечно же, внимание. Сейчас наш Океанариум приобрел новое лицо по сравнению с тем моментом, когда он был открыт». «Дом-2» отдыхает по сравнению с этим Океанариумом. Вот здесь – Брошинга, а вот там – ее бывший молодой человек, который сейчас уже живет самкой совершенно другого вида. «Детей у них быть не может, но это не мешает возлюбленным быть вместе». Поднявшись на третий этаж Океанариума, зрители очутились в джунглях. Здесь жизнь затаилась под каждым листочком. Для живых тропических растений, птиц, рептилий, бабочек, амфибий, обезьян и даже хамелеонов отменены клетки и вольеры. Добро пожаловать в первозданную природу! Звездные сплетни, скандалы, интриги и расследования. Елена Максимова снимает клип на песню «До рассвета». Под крышей «Лексус-дом» прошел фестиваль «Саундап». Об этом смотрите завтра в 19.00 на Russian Music Box. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и в Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Анна Грачевская. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!